Добрый день, уважаемые зрители нашего канала! Сегодня мы продемонстрируем короткую установку Xen3202012. Это одна из последних версий установки. Отпускаем ОАК, изменение параметров учетных записей, выключаем уведомления, приступаем к установке. В нашей Xen3 заранее мы скачали на компьютер. Отпускаем установку, выбираем русский язык. Ждем пока установятся все дополнительные C++. Не забываем подписываться на наш канал. Напоминаю, что это одна из последних версий доступных будет PAST.RU. Остальные версии уже более закрытые, защищенные будут с идентификацией. Ждем установки завершения всяких обновлений. Не забываем подписываться на наш канал. Также группа ВКонтакте. Еще раз говорю, что это крайняя версия установки C++.RU. 2020-2012. Следующая версия уже будет с идентификацией, паролями и паролями защиты. Также еще рабочая версия 2020-09, которая обновляется ADDON и QUS. Более старые версии 0.6 и 0.3 уже не рабочие. Ждем пока запустится программа установщик .exe файл. Нажимаем далее. Убираем рынок Канады или Европы, без разницы. Директория автоматом устанавливается. Запускаем далее. Вся установка без всяких дополнительных вкидывания в папок левых. Устанавливаем, делаем активацию и на этом все работает. За исключением QUS. Будет немножко нужно доработать. Для диагностики всех автомобилей все в принципе доступно. Ждем пока закончится установка. К центре. В среднем это занимает несколько часов, два-три часа. Запускаем наш конфигуратор. Обратите внимание, что мы не закидываем никакие левые файлики сюда. Все работает стандартно, как и положено. Жмем далее. Далее. Сохраняем модификаторы Hardware ID. И вставляем ключ. Применить и продолжим. Система приняла ключ. Включаем RDS. Перезапускаются службы. Видим везде зеленые галочки. На этом установка закончена. Видим везде зеленые галочки. Также устанавливаем под OpenPort драйвера. Напоминаю, что установка в данном случае под OpenPort. Ссылочка внизу. Выбираем диспетчер устройств. Напоминаю, что устанавливать лучше на Windows 10 версии Pro лицензионные. Подключаем OpenPort физически к вашему устройству, компьютеру. И устанавливаем на него драйвер. Он определяется как OpenPort 3. Руками показываем путь. Выбираем PubCorp Import и устанавливаем драйвера. Драйвера установлены. Запускаем наш Accentry. Так как это короткая версия установки. Одна из последних. Версия 12.20.20. Мелкие нюансы здесь не показаны. Видим здесь уже парольная защита. В последующей новой версии уже без нее никак невозможно будет попасть в Accentry. Видим в центре активировано. И работает. Не забывайте подписываться на канал. Запускаем службу аддонов обновления. Видим, что в этой версии у нас работают аддоны обновления все. Обязательно обновляем аддоны. Не забываем. Вот пошла у нас загрузка. Это тоже немало времени занимает. Аддонов очень много. Видим, что у нас пошла загрузка. Все как положено. Ждем пока закончится загрузка аддонов. Не забывайте подписываться на наш канал. Телеграм-канал. И группу ВК. Также под видео есть группа в Телеграм-канале. Не группа, а ВКонтакты Телеграм-канал. Где вы можете написать непосредственно к нам обратиться. Также проверяем вкус. На этом мы будем заканчивать установку нашу. Спасибо всем за внимание. Обращайтесь по поводу установки. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова